Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны. Поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы — учитель Перри Стоун. Приветствую вас на программе Манны Фест, я ее ведущий Перри Стоун. Мы находимся в Иерусалиме. Возможно, вы слышите звон колоколов. Сегодня воскресенье. Христианские церкви проводят служение. Сегодня мы будем говорить об анатомии сатанинской атаки. Мы находимся в парке. За моей спиной отель «Царя Давида» — самый известный отель в Иерусалиме, где останавливаются высокопоставленные лица, приезжая в этот город. Сегодняшняя тема крайне важна. Многие люди переживают атаки на свою веру. Им недостает вера, потому что они разочарованы после ситуаций, произошедших с ними. Человек может сказать так. «Я потерял веру в это». Это происходит тогда, когда вы о чем-то молились, но этого так и не произошло, хотя вы были уверены, что Бог должен ответить вам именно таким образом. К примеру, вы молились об исцелении друга, но ваш друг все равно умер. Теперь вы разочарованы в Боге, ведь он не ответил вам на молитвы о дорогом вам человеке. Другие молятся о том, чтобы Бог спас их брак, однако трудно спасти брак, когда один из супругов не желает его спасать. И, разумеется, они обвиняют в этом Бога. Но я хочу показать вам ситуацию. Это история из Библии, из Марка 9 главы. Это уникальная история об отце, чей сын страдал эпилептическими приступами. Мальчика привели к ученикам Господа, чтобы они его исцелили. Учеников было девять, так как Петр, Иаков и Иоанн были на горе преображения с Иисусом. А девять учеников остались у основания горы. К ним обратился отец, приведший сына. И приступы начали происходить прямо у них на глазах. Они не смогли его исцелить. Это очень странно, потому что Иисус уже дал ученикам силу изгонять злых духов. А если у них была сила изгонять злых духов, почему они не смогли изгнать этого злого духа? Этот вопрос всплывает чуть позже. И когда Иисус с тремя учениками спустились с горы, отец мальчика подошел к Иисусу и сказал, «Я привел своего сына к твоим ученикам, но они не смогли его исцелить». И добавил, «Я верую, но помоги моему неверию». Это звучит как противоречие. Ты веришь, но ты просишь, чтобы кто-то помог твоему неверию. Отец говорит здесь, что он ожидал чего-то с верой, но этого так и не произошло. Был провал, и теперь я прошу тебя укрепить мою веру. Я видел провал, и моя вера не подействовала в этой ситуации. Именно при таких обстоятельствах Иисус исцеляет мальчика. И после этого ученики приступают ко Христу и задают ему этот знаменитый вопрос. Почему мы не смогли изгнать этого злого духа? Иисус отвечает по неверию вашему. Это понятно, но в одном из Евангелий ответ Иисуса звучит так. «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Веками продолжаются богословские споры насчет того, что именно здесь имел в виду Иисус. «Сей род злых духов не может выйти иначе, как от молитвы и поста, или такой уровень неверия изгоняется лишь молитвой и постом». Конечно, он не имел в виду. Вы не смогли его изгнать, потому что бес был очень силен. Он имел в виду уровень неверия. Многие библейские эксперты считают, что Иисус имел в виду, что если вы желаете избавиться от уровня неверия, который мешает вам получить чудо, то вам нужно войти в глубокую молитву, взять пост. Молитва и пост не меняют Бога. Бог есть Бог. Он всегда будет всемогущим Богом, поститесь вы или нет. Но они могут изменить ваш духовный термометр. Ваша вера может быть на слишком низком уровне. Если вы когда-нибудь входили в период поста и молитвы, вы знаете, как это поднимает духовно. Итак, из этого места мы можем сделать вывод, что неверие может стать причиной потери веры. Также я приведу вам другие места, и мы сделаем очень важное открытие из Нового Завета. Лично для меня это одни из самых мощных откровений, и они на многое откроют нам глаза. Будьте максимально внимательны. В 16 главе Евангелия от Матфея Иисус спрашивает своих учеников, «За кого почитает меня этот народ?» Они отвечали, «Кто-то считает, что ты Иеремия, воскресший из мертвых. Другие, что ты воскресший Иоанн, Креститель». Он спрашивает, «А вы за кого? Почитайте меня». Они ответили, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Эти слова произнес Симон Петр. Он произносит великое откровение, что перед ними Сын Живого Бога. Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, Сын Ионин». «Потому что не плоти, а кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах». «И я говорю тебе, ты, Петр, и носем камни, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». «И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Обратите внимание, что до этого момента в Писании Симон назывался Симоном. Это греческая форма имени Симеон. Это имя одного из двенадцати сыновей Иакова в Ветхом Завете. И теперь Симон, сын Ионин, заменяется на Симон Петр. Имя Петр означает с греческого «петрос», «маленький камень». Это не огромный камень, но небольшой. В данном случае мы видим переход с еврейского языка на греческий, но также в Библии. Вы помните, Бог изменил имя Авраама на Авраам, Сары на Сарро. Моисей также несколько изменил имя Иисуса на Вина. Иногда Бог менял имя человека, чтобы помочь им воплотить в реальность их пророческое предназначение от Господа. А сейчас позвольте мне перейти непосредственно к теме. Анатомия сатанинской атаки. Когда мы подходим к концу служения Иисусом в Евангелии от Луки 22 главе, автор указывает нам подробности, которых мы не видим в остальных Евангелиях. Я не говорю, что остальные намеренно их опустили, но у Луки мы видим дополнительные подробности. Я прочту вам это место. Послушайте внимательно. Это слова Иисуса, обращенные к Петру. Обратите внимание на изменения в этом стихе. «И сказал Господь, Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Я дам вам несколько параллельных ссылок. Они, разумеется, всплывут на экране. И вот что говорится с 5 по 7 главу Луки. «Его там называют Симон». Повторю, что это греческая форма еврейского имени Симеон, одного из сыновей Иакова. Помните? Симеон, Ливий, Иуда из книги Бытия. Восьмой, девятой, а также двенадцатой и восемнадцатой главах Евангелия от Луки. Его имя заменено на Петр, что в переводе с греческого означает «маленький камень». Это символизирует то, что Бог делает из этого человека более крепкую, великую личность. Он строит его жизнь на крепком основании, на Слове Божьем. И в двадцать второй главе Луки Иисус намеренно возвращается к его прежнему имени. Он не говорит «Петр, Петр, сатана просил сеять вас, как пшеницу». Он говорит «Симон, Симон, вот сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу». Заметьте, что он называет его по имени дважды. Это двадцать вторая глава, тридцать с первого стих. В Библии около восьми человек, которых Бог называет по имени дважды. Вот вам несколько примеров. Авраам, Авраам. Иаков, Иаков. Моисей, Моисей. Самуил, Самуил. Марфа, Марфа. Саул, Саул. Пару лет назад я задался вопросом, почему иногда Бог звал кого-то по имени дважды. И этому нашлось богословское основание. Если Господь хотел предупредить человека или хотел дать обещания, и хотел их особого внимания, или же предупреждал, что будет переход, Он называл их имя дважды. Авраам, Авраам, Марфа, Марфа. Итак, через то, что Бог называл человека по имени дважды, Бог хотел обратить их особое внимание на то, что Он собирается им сказать. Это было либо предупреждение, либо обещание. В случае с Петром это было предупреждение. Симон, Симон. При этом стоит отметить, что еврейское имя Симеон означает «слышать». «Услышь меня». «Услышь». Наверное, вам, как и мне, ваша жена говорила такие слова. «Ты слышишь меня, но ты на самом деле не слушаешь меня». Оригинальное значение имени Симон — «тот, кто способен слышать». Иисус меняет его имя на Петр, «тот, кто на твердом основании строит жизнь на камне». Но потом снова обращается к нему «Симон», «Симон», то есть «послушай меня». «Ты слышишь, но не слушаешь». Он обращает его внимание. И потом говорит «Сатана просил, чтобы сеять вас». Слово «сеять» здесь имеет важное значение. Просеивание было широко известно в Римской империи и в греческой культуре. Они просеивали семена через круглое деревянное сито. Сетка делалась в основном из льна. Они клали в сито зерно и затем тресли его. Через мелкие отверстия в сите просачивались только самые лучшие зерна, а камушки, и всякий мусор типа бурьяна оставался в сите. Таким образом происходило отделение. Иисус говорит «Симон», «В тебе есть частицы, от которых я хочу тебя избавить». Однако сатана хочет воспользоваться тобой в процессе отсеивания, в процессе тряски. В те времена они очень сильно трясли деревянное сито, чтобы тщательно отделить хорошее зерно от всего ненужного. Поэтому иллюстрация просеивания была Петру хорошо известна. Когда Иисус сказал «Сатана просил сеять вас, как пшеницу», он желает трясти вас. Это крайне важно. Послушайте меня. Когда сатана вас просеивает, его цель — сделать так, чтобы вы потеряли веру. Он желает вытрясти из вас всю веру. Это его план. Когда же вас просеивает Бог, он пытается вытрясти из вас все ненужное. Поэтому в результате, то, что враг планировал во зло по отношению к Симону, Бог обратил во благо, то есть он обнажил все слабости Симона, чтобы очистить его от всего этого мусора, чтобы Господь мог его потом использовать. Многие из вас говорят, «Я прохожу такие тяжелые испытания, не знаю, почему Бог все это допускает». Бог желает очистить вас от того, что мешает ему вас использовать на более высоком уровне. Поэтому Богу нужно вас просеять, потрясти хорошенько. И бывает, что он позволяет это сделать определенным условием. Порой он использует для этого людей. Даже зачастую. Это очищает вас от всего ненужного. И Бог потом может вас использовать. Я хочу поговорить об этом более подробно, насколько мне будет позволять время. Иисус говорит очень интересные слова. Послушайте внимательно. Это слова Иисуса, который мог изгонять бесов, ходить по воде, умножать хлеб, превращать воду в вино. И вот он говорит, «Сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты обратился». Вот тут давайте-ка остановимся. Это звучит как странное противоречие. Если Иисус способен ходить по воде, исцелять больных, превращать воду в вино, разве не мог он уберечь Петра от падения? Разве он не мог вмешаться в ситуацию и сделать так, чтобы Петр не оступился? Для меня это очень странно, потому что он говорит, «Петр, я молился о тебе, чтобы с тобой все было хорошо, но ты все равно упадешь». Да, потом все образуется, но тебе предстоит пройти через падение. Я задумался, почему Иисус не мог помолиться так, чтобы все ненужное вышло из Петра, и он очистился просто по молитве. Однажды один служитель сказал, «Проблема в силе глупого непослушания Петра. Его упрямство превысило возможности молитвы Иисуса». Хм, любопытно. Итак, почему Иисус не мог предупредить падение Петра? Он сказал, «Я молился о тебе». То есть Иисус предупредил Петра о падении. Но причина в том, что глупое непослушание и упрямство Петра превысило возможности молитвы Иисуса. То есть он сказал, «Петр, я мог бы предотвратить твое падение, но в тебе столько гордыни, что тебе все равно придется через это пройти. Даже я не могу предотвратить то, что ты захочешь сделать. Я не смогу помешать тебе наделать глупости». Я обращаюсь с этими словами ко многим из вас, тем, кто смотрит программу «Маннафест». Возьмем какую-то вредную привычку человека. Ну, например, курение. Человек курит всю жизнь, потом у него рак легких, и он злится на Бога. Но это не вина Бога. Господь говорит вам, «Я могу освободить вас от этой зависимости, но если вы настойчиво желаете продолжать это делать, то моя сила избавления не действует, потому что вы хотите продолжать делать то, что вы делали». Вы слышите меня, да? Также, если человек имеет алкогольную зависимость, а потом у него диагностировали цирроз печени, он говорит, «Почему Бог допустил это?» Господь говорит, «Я могу освободить тебя от алкоголизма, но ты так сильно любишь этот грех, что ни за что не готов от него отказаться». Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду. Бог имеет силу нас освободить, но порой наше упрямство не позволяет нам оставить любимый грех. Это не означает, что силы Божьей меньше, просто она не может действовать в нашей жизни, потому что мы не ждем избавления от Бога. Бог не избавит вас от греха, которому вы позволяете остаться. Итак, что происходит далее? Петр отрекается от Господа. Я уже говорил об этом подробно пару лет назад здесь, в Израиле, но поскольку среди наших зрителей так много новых людей, я повторю. Когда Иисус был арестован, Иоанн был во дворе первосвященника, и Петр тоже мог войти туда. Его узнала служанка. «А, ты был с назарянином?» И Петр отрекся от Господа. Позже это повторяется во второй раз. На третий раз сказано, что он начал клясться. Он сказал, «Я не знаю этого человека». И позвольте, я процитирую. «Он же начал клясться и божиться, не знаю человека сего». Если сначала он просто отрекался, теперь он уже клялся. Слово «клясться» — это греческое слово «анафема». Петр произнес «анафема». В ранней церкви слово «анафема» означало отлучение от церкви. В древнем Израиле «анафема» означало отлучение от синагоги и от дома Израиля. Поэтому что сделал Петр, когда поклялся, что он не знает Господа? Он сам на себя наложил «анафему» — проклятие. Единственный, кто мог освободить его от этой «анафемы», был его старший раввин. Но в данном случае его старший раввин Иисус идет на распятие. То есть Петр сказал, «Если я знаю этого человека, то пусть я подпаду под проклятие». В таком случае вы можете отлучить меня от Израиля, исключить меня из книги жизни. Потом он понял, что сделал, и горько плакал об этом. Он осознал, что освободить его от проклятия некому, и горько заплакал. Но мы возвращаемся к словам Иисуса. Он сказал, «Петр, твоя вера оскудеет». Это греческое слово «эклипо». Отсюда английское слово «эклипс» — затмение. Давайте посмотрим всю картину. Петр идет в свете, и вдруг ему предстоит пройти через затмение. В природе, во время затмения, свет просто скрыт от нас. Он никуда не уходит, просто скрыт от нас. Итак, Петру предстоит пройти через затмение. Петр, «Вера твоя оскудеет» — «эклипо», то есть пройдет через затмение. «Симон, ты закрыл собой свет. Ты скрываешь свет. Ты закрываешь свет мой от людей, и они не видят меня». Потом Иисус говорит Петру, «Когда ты обратишься, укрепи братьев твоих». Слово «обратиться» означает «вернуться», «прийти снова». То есть можно сказать, что «когда ты обратишься, свет вернется». Когда вы отступили от Бога, упали в грех, но потом возвращаетесь к Господу, это значит, что свет возвращается. Когда вы предаете Бога, вы в затмении, и свет в этот момент сокрыт. Вы прячете свет от других. Вы не хотите, чтобы люди узнали, что вы христианин. Вы подражаете миру и живете, как мирские люди, но вы возвращаетесь к Богу. Я верю, что говорю кому-то лично. Вы знали Господа и отступили. Вам нужно обратиться к Господу, вернуться к Нему и позволить свету прийти. Вы росли в церкви, потом отступили. Вам нужно, чтобы свет вернулся в ваше сердце. Свет в вашем сердце будет означать, что вы обратились. А теперь перенесемся дальше на берег Галилейского моря. Иисус воскрес. Вокруг Него собраны ученики. Иисус смотрит на Петра и говорит, «Любишь ли ты меня больше сих?» Он использует слово «агапе». Это любовь в нравственном смысле. «Да, я тебя, агапе». Иисус спрашивает его во второй раз, «Ты меня, агапе? Ты меня любишь?» Петр отвечает, «Да, Господи, ты знаешь, что я тебя, агапе». Но в третий раз Иисус меняет греческое слово «агапе» на слово «филео». То есть это любовь между двумя очень близкими людьми, когда им очень хорошо вместе. Это близкие, дружественные чувства. Петр отвечает, «Ты знаешь, Господь, что я тебя люблю». Я всегда обращаю внимание на то, что Иисус трижды спросил Петра, «Ты любишь меня?» Потому что он отрекся от Господа трижды. Итак, Петр сам на себя наложил анафему, которую может снять только его раввин. Иисус не только его раввин. По воскресенье Иисус стал первосвященником исповедания нашей веры и воссел одесной отца. Теперь первосвященник предстает перед Богом за Него, и Петр восстановлен в Царстве Божьем, в книге жизни, в общении небес и в общении с учениками. Поэтому как только Иисус в третий раз спрашивает его, «Ты меня филео?» Петр отвечает, «Да, Господи, я тебя люблю». И Иисус восстанавливает его. Что все это действие означало для учеников? Иисус говорил своим последователям, «Никогда не укоряйте его за то, что он сделал». Не нужно об этом вспоминать. А вот вам удивительная вещь. Иисус знал, что Симон подведет его, но он все равно его призвал. Иисус знал, Петр пройдет через падение, но он все равно его призвал. Вам нужно понять, что когда Господь вас призывает, даже если вы сейчас служитель, знайте, Господь знал, что вам придется пройти через падение, знал все ваши промахи, слабости, знал, с чем вам придется столкнуться вашим служением. Но он так вас возлюбил, что все равно вас призвал. Он говорит, дары призвания Божия непреложны. То есть Бог не пожалеет, что вас призвал. Я хочу призвать тех, кто вошел в темный период, подвел Господа, отступил от Него. Прошу вас снова вернуться к Нему. Пусть в ваше сердце вернется свет. Когда вы в темной комнате, и вдруг зажигаете свет, вы начинаете видеть и преображаетесь. У меня есть для вас прекрасный ресурс. И также я расскажу, куда приеду вскоре, поэтому не переключайтесь. Серия «Ефесиным в глубину. Стратегия воина» уже доступна. Сегодня на фоне множества духовных конфликтов и сражений в это послание есть особая нужда. При записи этой серии был использован макет римского города и множество реплик вооружения римского воина. 12 часов учения разделены на 23 получасовых урока на 7 DVD-дисках. Все верно, 7 DVD-дисков. В этой потрясающей серии вы узнаете, как воссесть на небесах, как ходить с верой и как выстоять в день злой. Четыре урока посвящены тому, как сражаться с четырьмя типами сатанинских духов, с которыми вы встречаетесь в своей жизни. Также вы узнаете, как написанное Слово Божие становится оружием под названием «Меч Духа». Вы узнаете, как обновлять и восстанавливать свой щит веры, и даже увидите разные типы щитов, которыми пользовались в Римской империи. Два урока научат вас, как уберечь свои ноги от тайных ловушек, расставленных сатаной. Четыре урока расскажут о битвах, которые пройдут в последние времена и стратегии поведения в разных ситуациях. Вы сможете применять это учение, чтобы одолеть врага в каждой сфере вашей жизни. Каждый предмет, всеоружие Павла, будет представлен и подробно изучен. Но самое главное, я покажу вам, как использовать это защитное вооружение в вашей повседневной жизни. Эти семь дисков, 12 часов учения, 23 отдельных урока, доступны ограниченное время. Хочу выслать вам это учение Ефесиным в глубину за пожертвования в 95 или более долларов. Отправьте запрос по телефону на нашем веб-сайте, адрес которого указан на экране, или по почте, указав номер предложения EPH 132. Подпитайте свой дух. Я уверен, что эта информация точно преобразит вашу ситуацию. Да благословит вас Бог. По моему мнению, серия о духовном всеоружии против умственных, целесных или духовных атак, которым подвергаются люди, это самая важная серия за всю историю фестиваля Манны. Семь DVD с иллюстрированными посланиями. Мы потратили на сооружение макета и вооружение десятки тысяч долларов, чтобы показать послание к Ефесиным о всеоружии верующим. Пожалуйста, воспользуйтесь этим предложением, пока оно доступно. Вы узнаете очень много. Это учение изменит вашу жизнь. Мы очень рады возможности представить вам это учение в программе «Фестиваль Манны». Теперь анонс. Мы едем в Фловуд, штат Миссисипи, с 22 февраля. Вся свежая информация о расписании наших поездок есть на нашем веб-сайте. Также в конце марта состоится наш грандиозный фестиваль воинов. Тысячи людей уже зарегистрировались. Вам тоже стоит поторопиться, чтобы точно стать частью этого мощного помазания, которое Бог будет изливать на молодое поколение. Говоря о молодом поколении, хочу упомянуть вот о чем. Во второй главе Иоиля сказано, что Бог изольет от Духа Своего на всякую плоть, сыны и дочери будут пророчествовать. Когда мы говорим об этом, люди понимают значение этого слова по-разному. Одни говорят, что это значит проповедовать Евангелие или провозглашать послание. Другие указывают на то, что есть дар, который дает нам возможность принимать слова мудрости и слова знания, которые дают нам необходимую в нашей ситуации информацию. Третьи указывают, что есть учения, связанные с последним временем, возвращением Господа, признаками времени, явлениями природы. Я считаю, что это комбинация всех трех мнений. Поднимается поколение, которое будет смело провозглашать Слово Божие по всему миру. Бог восстановит в этом поколении дары Духа. Не потому, что они были потеряны или забыты, но потому, что ими пренебрегали. И третье. Есть группа молодых людей, и это больше всего меня восхищает, которые любят учения о пророчестве. Именно по этой причине каждый год в апреле мы проводим международный саммит, где участвуют Джонатан Канн, Билл Клауд, я, Джоэл Ричардсон, Марк Биллс. Почему мы это делаем? Потому что люди хотят знать, что будет дальше, на основании Библии. Я люблю учения и проповеди, как и многие из вас. И больше всего меня интригует то, что я вижу молодых людей, детей, подростков и молодые пары, которые интересуются тем, чему учит нас Библия о будущем. Самое главное и прекрасное, Библия действительно расскажет вам о событиях, которые должны произойти. Будь то глобальные события, национальные, духовные, события в церкви, я очень благодарен всем партнерам нашего служения. Внезапно внутри вас, в вашем духе, возникнет искра жизни, а Богу не нужно очень многого, чтобы превратить одну искру в огонь.